Много у нас есть праздников, но, пожалуй, один из самых душевных и волнующих является День города и района. Активные и неравнодушные ребята, учащиеся студенты-общественники, пришли на театральную площадь, чтобы принять участие в праздничном мероприятии. Чем же оно было интересно, об этом в нашем следующем репортаже. День города и района давно уже стал отличным поводом не только повеселиться, хорошо отдохнуть, но и вспомнить о славной истории малой родины, зная, которую можно и нужно гордиться тем, что и когда было здесь сделано и построено. Славянской молодежи есть чем гордиться и с кого брать пример. Ребята успешно учатся, совершенствуются в своей профессии. И участие в квест-игре «Вот эта улица, вот этот дом» для ребят не просто развлечение, а возможность слаженно действуя в команде продемонстрировать свои знания и умения. Я очень рада поучаствовать в квесте, который посвящен Дню города Славянска-на-Кубани. Я здесь родилась, я уверена, что на этом квесте я узнаю что-то по-любому новое, проявлю свои знания, которые были уже до этого. Наш город небольшой, но есть у него свои весомые плюсы. Красота, благоустроенность, обилие зелени – это все то, за что его любят славянцы. Город Славянск-на-Кубани для меня уже является на протяжении, наверное, пяти лет как вторым родным городом, я могу сказать. Я знаю тут каждый уголок, каждую уличку, и студенты, даже первокурсники удивляются, как будто бы я с рождения здесь живу. Что касаемо мероприятий, мне очень приятно видеть каждый год, когда приходят ребята, и у нас есть возможность проводить такие масштабные мероприятия, как квесты ко дню города, фотокроссы, то есть это фотографии уголков нашего города, нашей гордости, я считаю. Команды из городских школ, техникумов и филиала Кубанского госуниверситета устремились по маршруту, где было шесть основных этапов, на каждом из которых нужно было решить головоломку, связанную с историческими, культурными и иными фактами о Славянске-на-Кубани. Время на прохождение каждого этапа – не более пяти минут. Данный квест направлен на ознакомление и, так сказать, повторение основных дат событий в истории города Славянска-на-Кубани и Славянского района, ну а также и на формирование каких-то базовых навыков здорового образа жизни, на знание дат о Великой Победе. Та команда, которая наберет наибольшее количество баллов за время проведения квеста и таким образом прибежит первая к финишу, она станет победителем. Подведение итогов квест-игры состоялось после прохождения командами всех этапов. Лучшими стали команды, выполнившие за наименьшее время максимум заданий с наибольшими баллами. Первое место завоевала команда «Карапузики» Славянского сельхозтехникума. На втором – «Неоспоримый» из первого лицея. И на третьем – команда среднего профессионального образования филиала КубГУ «Сириус». Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».